всем привет это у нас стрим спасалка сегодняшняя но очень интересная и отличается от других стримов которые я проводил у нас будет интерактив как с дизайнерами так и со всеми кто сейчас нас смотрит поэтому приступим наша тема что такое бренд и твои фишки как элемент будущего бренда это очень популярная и сейчас у каждого на слуху слова бренд и каждый человек может быть брендом и так дальше поэтому дальше мы это все разберем разберем основные элементы фишки и так дальше и будем играться и работать супер немного обо мне почему в принципе собрались тут меня слушать мы из кто ты такой вообще и так дальше я дизайн тимблит в компании hell lab что я не рассказывал раньше на стримах это то что я дизайнер самоучка отдал свою жизнь дизайну еще с 13 лет включил как-то компьютер поиграть counter-strike и попал на форум где есть про photoshop установил photoshop мама я дизайнер и с тех пор прошло уже много лет и сейчас я сижу и вам рассказываю много чего полезного при дизайна о дизайне и вот почему я готов вас учить готов вам рассказывать какие-то полезные вещи чтобы за считанные секунды вы уже находили какие-то решения то что я искал годами вот я участник дизайн баттлов сейчас заспойлерю наперед и что я вам расскажу еще в конце у нас разработки дизайн игра которая мы с вами поиграем в будущем также я авторы канала дизайн с акцентом и пишут вам иногда о брендинге о брендах о дизайне и тому подобное да вот кто же может быть брендом в целом брендом может быть каждый из вас сейчас вот вы в чате вас больше 30 человек и я могу с уверенностью сказать что вы являетесь брендом почему потому что при рождении нам дают имена нас как-то называют школе дают нам прозвище и тому подобное и поэтому мы можем сказать что мы есть бренд нас начинает узнавать нас называют нас зовут нас видят нас слышат мы автоматически являемся брендом но что такое бренд в целом бренд это представление ассоциации эмоции и ценность в образе головах аудитории это как раз то что я говорил ранее если вы запомнились для своих друзей и тому подобное то вы уже являетесь брендом и бренд как что-то из сферы бизнеса это обещание производителя потребителю то есть это комплекс мер направленный на формирование этого образа это и брендинг этой маркетинг и так дальше это то что мы обсудим с вами следующего слайда но что такое брендинг чем отличается от бренда брендинг это совокупность вербального визуального формулирования обещания чаще всего это при помощи создания образа продукта или создания самого дизайна в бренде есть три основные вещи это идеология это эмоции и базовые элементы все мы привыкли видеть слово или слышать слышно слово был бренд и представляемся в голове это название компании это логотип это какой-то слоган или цвета к примеру мы говорим кока-кола и у нас в голове вырисовываться его логотип красный цвет не зато дед мороз со своим светящимся грузовиком под новый год и тому подобное но это то что мы видим финальное но в основе бренда лежит бизнес если вы видите самом низу есть бизнес этого бизнеса есть маркетинг он называется еще в маркетинг 4p это мы определяем что мы за продукт что мы за компания что мы за бренд в какой целевой в целевом ценовом сегменте мы будем работать в каком месте это онлайн или офлайн бизнес какую рекламу мы будем подносить своим пользователям и потребителям и после этого у нас есть брендинг брендинг как раз таки является инструментом этого маркетинга то есть мы можем промоушен мы узнаем какая у нас цена места и тому подобное с помощью этого мы создаем крутой дизайн который больше подходит под нашу целевую аудиторию какие в принципе бывают виды брендинга брендинги бывают брендинги продуктов торговых сетей компании образовательных и государственных учреждений религиозных конфессий там тоже из маркетинг там тоже есть брендинг и тому подобное территориальный брендинг это логотипы туристические разных городов и стран это политические партии у них есть у каждого свой логотип свой брендинг своя агитационная компания и также есть личный бренд или персональный брендинг это блогеры знаменитые люди и так дальше по которым мы просто по именам уже узнаем о их бизнесе но вы спросите как создать свой бренд чтобы создать бренд вам нужно знать вот эти шесть пунктов это позиционирование нейминг слоган логотип фирменный стиль и бренд-бук разберем подробнее позиционирование вы должны понять кто вы вы должны понять где вы что вокруг вас находится понять что и кому вы предлагаете понять в на чем вы собираетесь зарабатывать то есть если вы предприниматель это очень полезная информация если вы дизайнер вы будете круто понимать вашего клиента и то где будет находиться ваш логотип ваш дизайн ваш бренд вот для позиционирования вам нужно провести глубокий анализ существующих конкурентов оценить реальную возможность и конкурентоспособность данного продукта на рынке или лично вас вы определяете начальный этап который позволит дальнейшем разработать бренд концепцию это создать нейминг слоган логотип фирменный стиль бренд-бук это как раз то что мы сейчас обсудим далее в нейминге это вообще отдельное искусство придумать имена придумывать название я думаю что богдан здесь мы красным обсуждали услугу нейминга и находили разные возможности его использования я думаю что будет классно если отдельно по неймингу богдан расскажет лекцию и это искусство потому что надо просто надо не просто придумать имена сделать каким-то якорным оригинальным проделать глубокий анализ какие-то рифмы ассоциации рифмы панчи да тут пошли уже вот и дальше мы можем уже работать со слоганом например что слога что такое слоган в целом слоган это краткая лаконичная фраза которая дополняет и и облегчает понимание названия бренда опять же ранее упомянутая кока-кола когда они только зашли на рынок они говорили захватывай волну или там утоли свою жажду и как только они зашли на рынок потребители с помощью ассоциации вот этих слов понимали мне жарко что же мне нужно утоли жажду класс пойду выпил кока-колу дальше после этого через год когда они уже на рынке зарекомендовали себя на как что-то что тебя волной накрывает тебя охлаждает в жару они понимают что теперь нужно говорить с потребителями на другом языке например что подобного чувства больше нет вы выпили кока-колу прониклись охладились и поняли как вы себя хорошо чувствуете и как раз таки кока-кола играет на вот этих ассоциациях и на эмоциях например она говорит что подобного чувства больше нет выпил кока-колу облегчился после этого пройдя много этапов много итераций разных слоганов кока-кола может себя назвать легендой теперь она просто горит пей легенду и когда пользователь слышит пей легенду все они согласны потому что уже много лет эта компания помогла им с какими-то там проблемами жиры или просто хотелось выпить чего-то сладкого холодного и газированного они становятся легендой в глазах и головах потребителя и с 2003 года они говорят что всегда кока-кола это прям устаканенная устойчивая устойчивый слоган в котором они могут уже смело себя так называть и заявлять на публику что всегда и везде кока-кола и теперь мы приступили к логотипу то что чаще всего видят это лицо бренда и главный элемент фирменного стиля это оригинальное графическое изображение которое характеризует его уникальность индивидуальность именно и именно логотип является основным визуальным идентификатором бренда это то что мы запоминаем вместе с этими эмоциями слоганами которые есть у бренда после этого мы переходим к фирменному стилю и это не только визуальные элементы такие как логотип визитки канцелярия там и так дальше это еще идентификация бренда это тесная взаимосвязь корпоративной культурой внутри компании как раз таки через какие-то физические носители вы можете с пользой вы можете помочь любому вашему потребителю и он запомнит вас и будет к вам с доверием относиться и этот бренд вызывает доверие у пользователей и наконец-то бренд бук это книга это такая библия бренда содержащая всю детальную информацию о бренде это четкое описание рекомендация всех этапов которые необходимо соблюдать при ведении брендон рынок брендон рынок это именно то как вы должны себя позиционировать должны вести должны выглядеть и самое интересное что даже у спичек есть своя аудитория и есть конкуренты одна компания спичек делает головки спичек красный другая делать головки спичек синими и вы такие блин прикольно синие головки спичек я никогда такого не видел уже есть конкурентная способность один зажигаются с одного чирка другие там с трех четырех уже есть какая-то конкурентно способность точки зрения уикса так назовем и даже продукты 24 это тоже бренд когда раньше были продукты просто появилась цифра к две цифры 2 и 4 рядом с названием и уже они работают круглосуточно тем самым они уже выделяются на фоне других продуктов и являются таковым брендом приступим к одному из самых важных пунктов это метафора бренда есть такая легенда что в китае один придворные ку ци придворные короля ляна ходил и разговаривал только метафорами все пользу использователи да все люди его не понимали злились от этого а он ходил и рассказывал людям метафорой что такое новое не за изобрели и люди пожаловались этому королю и говорят пожалуйста скажи своему придворному чтобы он говорил нормальными словами потому что мы ничего не понимаем на что король позвал этого придворного и говорит я тебе запрещаю говорить метафорами он говорит а как я объясню людям которые никогда не видели чего-то обычными словами вот мы изобрели катапульту как и людям скажу это катапульта мне нужно как-то метафорами ассоциациями подчеркнуть и рассказать людям что это такое вот и когда он это сказал грит вы можете объяснить что такое катапульта король ответил нет он сказал вот и я ваше величество сравниваю вещи которые вам неизвестны с теми вещами которые вам известны от этого неизвестные вещи становятся ясней и понятны вот это основная такая фишка как через метафоры можно общаться и и разговаривать с вашими потребителями ну и метафора это хороший инструмент чтобы рассказать интересно прообычное запомниться бренду и ответить на вопрос дизайнера что же все таки рисовать наверное вы здесь услышите много того что вы видели ранее но подкрепляя это данной лекции в данном стриме будет намного полезнее и намного интереснее расскажу еще раз потому что есть постоянные подписчики и те кто смотрят а есть постоянно новые пользователи поэтому вам привет и добро пожаловать в мир дизайна и полезной информации так вот однажды один из банков создал такой вот услугу быстрых денежных переводов и назвал его калибри это метафора ассоциация что якобы птичка быстро машет крылышками соответственно нас быстрые переводы быстрые переводы калибри после чего если провести глубокий анализ мы можем даже выйдет сейчас на этой видео и на гивке что калибри это та птица которая машет крылышками быстро но в какой-то момент она зависает на месте махая своими крылышками если ассоциировать это с денежными переводами значит наши деньги из точки а в точку b где-то идут идут быстро а потом на ком-то определенном моменте зависают в воздухе как это делать птичка и опять идет дальше поэтому такая метафора ассоциация не совсем корректно и не совсем правильно и сейчас мы как раз приступим к вашим фишкам как элемент будущего бренда что вам нужно сделать во-первых возьмите ваши смартфоны возьмите листочки и ручки или же заметки блокноты как вам удобно и что вам нужно сделать это написать три слова метафоры о себе или же ассоциации или если вы предприниматель или хотите создать ваш будущий бренд напишите метафоры и ассоциации о вашем будущем бренде после чего вам нужно создать stories в инстаграме фейсбуке где вам удобно там есть стикер опросник создайте такой опросник и напишите для ваших друзей подписчиков или тех людей которые вас вообще не знают и видели просто ваши фотографии или вашу род деятельности вашу работу и так дальше попросите их описать вас тремя словами то есть те слова которые вы написали и те слова которые напишут вам в опроснике вы можете потом сравнить и соответственно какие-то совпадающие слова это возможно и ваша фишка с которой вы можете работать дальше как над личным брендом так и над брендом вашего бизнеса ваши услуги и тому подобное можете отметить меня в правом верхнем углу есть мой инстаграм отметить меня и будет интересно и проследить особенно за теми людьми которые которых я знаю и тех даже кого не знаю будет приятно узнать с помощью ассоциации метафор и личного знакомства немного интересно о брендах разных стран например в китае в америке и в японии есть разные есть разные есть разные да постарайтесь написать я вижу что в коме в чате пишут что не знаю что писать сайте подумайте напишите а потом опубликуйте будет реально очень полезно не раз испробованная техника будет интересно вот как мы можем заметить что китай чаще всего используют логотипы каких-то из животных маскотов в америке используют какие-то логотипы абстрактных форм это там круг квадрат разные прямоугольники и тому подобное а в японии чаще всего это ворд марки это разная типографика разные цвета и просто название компании вот и очень интересно что в азии да вот как отметили это маскоты в америке это абстрактные фигуры в японии это логотип еще много интересного то что раньше и бренды которые сейчас мы знаем использовали какие-то вычурные шрифты засечками где-то каллиграфия где-то выносные элементы и тому подобное и все рано или поздно перешли к чему-то простому то почему потому что они уже как устаканенный бренд могут рассказывать о себе с точки зрения их услуги их сервиса и их компании теперь логотип это меньше о их бренде а больше то что они приводят массы и что полезно для пользователей еще очень интересная информация про торты какая особенность есть компания рошен известная в украине и не только которая занимается кондитерскими изделиями это конфеты пирожные торты и так дальше а есть такой бренд можно назвать бренд как киевский торт который производит разные компании и если мы зайдем на прилавок мы увидим что есть торты с красной ленточкой есть торты с белой ленточкой или там желтой синие и тому подобное в чем же особенность компания рошен запатентовала за своим брендом например в брендбуке у них описано как один из идентификатором и идентификаторов и основных элементов это красная ленточка на киевском торте для чего это сделано проведя глубокий анализ всей целевой аудитории и конкурирующих компаний они обнаружили что никто не выделяется на полках и за счет красной ленточки они выделились на полках среди других киевских тортов чем чем увеличили количество продаж и эти торты с красной ленточкой продавались намного быстрее и намного лучше потому что это первое что видит потребитель проходя быстро перед разными прилавками в магазине есть еще одна очень интересная история о уникальности логотипов есть такая певица или возможно уже не участвует в этом лейбле Мишель если ты смотришь этот стрим привет тебе ее зовут Мишель Андрата у нее есть вот такой вот логотип где есть сердце в кружке есть знак бесконечности там и так дальше я когда я взял этот логотип когда она только появилась на лейбле я вспомнил что я где-то такое уже видел и как-то натыкаясь на статью а ин юэй я увидел что есть какое-то такое приложение для знакомств и там подобное который имеет точно такой же логотип и я тогда точно сравнил эти два логотипа и увидел сходство но я на этом не остановился пошел дальше и захожу на шатер сток пишу просто infinity love и мы видим что есть сердечко и знак бесконечности и теперь вопрос такой бренд такой лейбл неужели такая вот ошибка с этим логотипом что не уникально или же дизайнер виноват или же компания виновата мы до сих пор не не поймем но очень важно то что нужно создавать уникальные бренды конечно в мире уже столько всего было нарисовано и так дальше что где-то все равно попадется но все равно есть доля вероятности того что именно ваш уникальный логотип и станет как же быть в тренде и смотреть со всеми интересными штуками в дизайне чтобы соблюдать повторять и принимать какие-то фишки и особенности вы можете зайти на логопонт логобейкер дрибл бихенса и тому подобное и смотреть там что же нового появляется на рынке а просканировав этот qr-код вы попадете на наш дрибл в котором вы можете в котором вы можете вдохновляться разными дизайнами как веб-сайтов так и мобильных приложений так и брендинга и могу смело сказать что мы как раз являемся топ-1 на площадке дрибл и я думаю что это хорошая новость для вас и то что вы можете следить именно за лучшими и становиться лучше есть еще такая фишка как саунд дизайн то есть дизайн он не только про интерьер про визуал и тому подобное но и про звуки например саунд дизайн это процесс определения управления или создания звукошумовых эффектов с помощью которых повышается узнаваемость бренда например сейчас вы услышите звук и вам нужно будет в комментариях написать что это за бренд что вот это за звук это apple вот этот звук это у нас вайбер вот этот фейсбук мессенджер и вы поняли что за счет звуковых эффектов вы можете ассоциировать тот или иной бренд потому что вы это слышите вы ассоциируете это с конкретным приложением и в дальнейшем используйте это у себя в работе супер теперь мы переходим фигму шесть человек чате списали что готовы пройти такой вот интерактив ребята напишите плюс чате если вы здесь переходим в нашу фигму так ваши ожидания впечатления как думаете что у нас сейчас тут будет будет страшно что связано с брендом мне кажется это что-то придумает ассоциации мы уже придумали может быть что-то другое еще скорее всего какой-то набросок так значит у нас есть вот на стриме сейчас покажу у нас есть 6 компаний это у нас apple это adidas android икея starbucks и keystar что мы делаем сейчас мы проверим насколько этот бренд каждый из них запоминался у вас и вы можете нарисовать с легкостью то что у вас запомнилось начнем с apple желательно не подсматривать всякие браузеры телефоны и тому подобное можете использовать круги квадраты и все возможности фигмы включая цвета в каждый может работать у себя в workspace или же взять карандашик и просто нарисовать какой-то дуду желательно оставьте включенный микрофон чтобы просто слышать ваши либо возмущения либо восторги и тому подобное только одну ассоциацию надо нарисовать не ассоциацию тебе нужно нарисовать этот логотип логотип apple а окей хорошо посмотреть как запомнился логотип apple там уже хитрые пошли посмотреть на комп перерисовать так нечестно ребята мы уже мы работаем сейчас над тем что как запоминается у людей логотипы в головах насколько они помнят образы и тому подобное так максат вижу уже нарисовал даня алина тебе респект за то что решила против жест всех пацанов наказать все пацаны сейчас сейчас алина вам расскажет покажет как это делать я не помню как там этот листочек как будет нарисовано говорите готов или пишите готов я увижу егор году у тебя какой-то пиксельный он получился максат есть андрей есть алина даня юра есть супер следующее рисуем adidas тут сразу смотрите только то как люди запоминают дизайнеры запоминают эти логотипы но и каждого есть свои приемы и каждый рисует по своему кто-то с помощью вычитания фигур кто-то вручную кто-то пентулом рисует а это тоже очень круто и показывает уровне разных дизайнеров я помню что они даст три полоски но они там все разные я не помню давай давай рисуй в конце проверь я помню что и слова и даст да шрифт подбирать не надо конечно есть даня алина вижу тоже юра юра давай юра давайте в чате поддержим юру пишем юра юра супер погнали дальше следующее у нас будет андроид как я моргнул его уже человек нарисовал так максат есть да самое важное подобрать точный цвет это будет прикольно я потом в конце проверю через пипетку посмотрим насколько приближенно попали будет тоже интересно посмотреть да чат кто не участвует пока что в этом интерактиве но участвовал в написании трех слов за кого болеете из ребята напишите в комментариях супер вижу почти все сделали дальше у нас икея так ну короче я помню что это как флаг украины почти два цвета запомнил и и радуется да да не вообще тут мне кажется да не играл в игру на телефоне которая называлась угадай логотип это супер движемся дальше рисуем киевстар на валмарт поход а поджиайки стараще существует это водофон нет водофон это мтс а надо отлично ничего себе алина решила свой шрифт нарисовать нормально точно понятно что там была звездочка так а теперь самое интересное самое сложное знаю что будет сложно нарисовать но будет прикольно ну не обязательно прям супер детализирован понимаешь там иллюстрация и прочее но просто посмотреть какие основные элементы запоминаются он вам подсказывает в чате что там тетка и шрифт Так, создаем стрессовую ситуацию, ускоряемся, ребятки. Ого, Алина, он волосы уже отрисовал. Так, Юра, без референсов, Юра, нечестно. Так, все, кто закончил, ставьте свой курсор вот сюда, в эту область, и ждите. Так, теперь я делаю скрин, закидываю в фигму, и мы смотрим. Давайте сравнивать. Так, Apple. Практически все угадали. Ну, легко, яблоко, серый цвет. Так, Android. Максат нарисовал новый вариант, правильно. Это был старый, потому что прежа на самом деле старенькая. Да, вот у всех практически тоже Android запомнился. Два именитых смартфона и бренда запомнились. Starbucks самый веселый. Так, в комментариях напишите, у кого лучше всего Starbucks получился. Давайте. Андрей. Андрей. Егор. Максат. Юра. Даня. И Алина. Пишите в комментариях, чей Starbucks лучше всего. Адидас. Максат 4 использовал. Вычитание быстрое, но запомнил форму. Не, все круто, все круто. Но все шейпанно. Даня. Тоже. Класс. Получилось. Абибас. Я думаю, что полосочкой грубую стоят. У Юры оригинал. Ребята, у него Абибас. Это оригинал. Все остальное у вас подделки. Адидас, Адидас. Так, прикольно, что у Егора, Андрея и у Алины в одну сторону практически одинаково получился Адидас. А ты знаешь, есть белые кроссовки Адидас, но у них вправо наклонен, вроде бы. Ну, есть еще Адидас оригинал. Это такой, типа, цветочек, там, лепесток. Вот, Кивстар. Так, у Егора ребрендинг, у Максата ребрендинг, у Юры ребрендинг, у Дани ребрендинг, у Алины практически Walmart. Ну, и Андрей показал свой возраст. Он сказал... Да, он нарисовал старый логотип Кивстара, который еще был... Кивстар, Ace of Base и Digus. Вот, ну, и Кея, да, практически ей нарисовали правильно. Супер. Спасибо, ребята. Отключаемся, переходим на стрим дальше. Спасибо за участие, потом напишите ваше впечатление. Всем спасибо, вы крутые. Итак, вы увидели, как ребята нарисовали эти логотипы. Логотипы было круто, полезно. Вы увидели, как люди запоминают какие-то формы, которые существуют у брендов, у логотипов. Также есть очень классная вещь. Это дизайн мышления. Это то, как запоминается у потребителя бренд, и как ассоциируется он в будущем, и как помогает решать какие-то задачи с помощью дизайна. В принципе, дизайн мышления – это способ решения задач, ориентированных, в первую очередь, на интересы пользователя. Тут простая формула. Это польза для человека, плюс возможность технологий и учет интересов бизнеса. Дает в результате устойчивый продукт. Покажу вам классный пример, как взаимодействует компания со своими пользователями. Например, вот компания «Кофейня» Лу. Вот такой у них брендинг дудловый, нарисованный и тому подобное. Но в чем основная фишка? Это в том, что каждому своему клиенту, своему гостю, они при заказе кофе давали вот такой листочек с небольшой графой, где написано «Напишите слово «флу» вашим почерком». После того, когда они написали каждое это слово, пусть будет 100 человек, они отсканировали это все и нанесли с помощью дизайна на друг друга, наложили эти разные почерки, и получился логотип «Кофейни», в которую ты приходишь и понимаешь, что в этом логотипе есть где-то все равно твой текст, твоя надпись, твой логотип. И это увеличивает вовлеченность и доверие ваших гостей, и они придут сюда все чаще и чаще. Еще один пример. Еще один пример. Это в Южной Корее есть заправка. Я уже как-то показывал. Это в Южной Корее – страна, который вылезает в ойл. Солнце – город, где 1-4т из кореевиков живут, с одной из самых высших газов. Ситуация становится плохой. Супер. Основная проблема того, что топливо подорожало, большие пробки и тому подобное, и люди понимают, что когда они приезжают в торговый центр, чтобы припарковаться, они тратят большое количество топлива, что в принципе, как говорится, падает им в копеечку. И компания Asoil решила с помощью примитивных вещей помочь им сэкономить деньги на парковке. Они придумали вот такие вот шарики, которые стоят на парковочном месте, и когда машина отъезжает, этот шарик приподнимается, тем самым показывает, что здесь есть свободное место. И когда вы приезжаете на парковку, вы можете автоматически припарковаться именно в этом месте, тем самым сэкономив виражи и поиски свободного места, и экономите потраченное топливо, тем самым экономите деньги. Если кто-то помогает кому-то сэкономить деньги, автоматически появляется доверие к этому бренду. Еще один пример. Всем нам доводилось, наверное, помогать своим родителям, бабушкам, дедушкам устанавливать какие-то программы или настраивать телефон, позвонить кому-то, отправить смс-ку и так дальше. Вот, компания Samsung с покупкой своего нового телефона отправляла два таких мануала, в которых есть уже симка, кстати, Vodafone, Андрей, вот он, в которых есть симка, ты переворачиваешь страницу, там написано, вставьте симку вот сюда. Ты вставляешь эту симку, и все это время в самом мануале лежит телефон. И ты с помощью вот такой игровой интерактивной формы сам настраиваешь телефон, сам учишься этому и так дальше. После того, когда вы собрали этот телефон, используя каждую страничку, вы берете новую книжку, и там уже идет информация по настройке и функциональности данного телефона. Это простое, интересное решение для пользователей с учетом интерактива и помогает обучаться и вовлекаться в процесс. Подрезюмирую, в принципе, у вас никогда не получится создать успешный бренд, если вы не любите то, что вы делаете. Вы должны любить свое дело, любить свою компанию, свой бренд, свое детище, то, чем вы занимаетесь. Брендинг, он работает через эмоции. Создавая метафору бренда, вы узнаете, что рисовать. И успешный брендинг достигается не именем, а точностью видения себя и вашего бренда на рынке. Это и брендинг, это и маркетинг, это и общение с пользователями и вовлечение их в вашу компанию. И как только у вас появится цель, помните, что вы становитесь мини-брендом, и все крупные компании, такие как Apple, Android и так дальше, когда-то были маленькими компаниями. Так что всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши инстаграмы, на наш Dribbble. Будьте в тренде, следите за нашим Твичом и еще больше полезной информации. Вы крутые. Всем спасибо.